Друзья, сочинение это важнейшая часть подготовки к любви по русскому языку. И сегодня мы с вами в этом коротком ролике поймем, из чего оно состоит, то есть какова его структура, что означает каждая часть, как нужно писать эту часть, какие есть клише, сколько абзацев и так далее и тому подобное. Итак, поехали. Сочинение состоит из следующих частей. Первая часть это проблема. Следующая часть – комментарий. Комментарий, в свою очередь, состоит еще из нескольких частей. Первый пример с пояснением. Второй пример с пояснением – связка. Следующая часть, третья – авторская позиция. Затем идет своя позиция с обоснованием, это важный момент, и вывод. Все. Как вы заметили, в моем списке нет вступления, потому что я считаю, что его писать не обязательно, но об этом чуть позже. Итак, разберем первую часть – постановку проблемы. Многие считают, что это самая важная часть сочинения и что нужно писать ее в начале, или же нужно постараться найти проблему в тексте, но это как раз все необязательно. На мой взгляд, самая важная часть сочинения – это комментарий. Проблему важно ставить после того, как вы уже придумали комментарий и по возможности даже написали его. То есть только после этого вы окончательно формулируете проблему. Если вы не нашли формулировку проблемы в тексте, это тоже совершенно не беда. Проблему можно формулировать несколькими способами. При помощи вопроса, при помощи утверждения. В общем-то, вы можете начинать сочинение непосредственно с постановки проблемы. Сейчас я приведу пример. Что же такое проблема? Давайте еще раз об этом. Проблема в сочинениях ЕГЭ по русскому языку – это что-то наподобие темы. Не совсем то же самое, но похожее. Слово «тема», кстати, нельзя употреблять в сочинении, и не нужно делать слова «тема» и «проблема» синонимами. Проблема – это о чем текст? Проблема не обязательно должна быть какой-то животрепещущей или очень актуальной. То есть это не обязательно что-то, связанное с негативом, с какими-то вопросами, которые мы должны решить. Проблема может быть связана с чем-то очень созерцательным, прекрасным. Отношение к природе или гармония природы и прочее, прочее, прочее. Вот. Это важный момент. Теперь про вступление, друзья. Почему я считаю, что вступление писать не надо? Я считаю, что его писать не надо по одной причине. Оно никак не оценивается. Ученики годами пишут сочинения, начиная с постановки проблемы. И не имеют никаких проблем. В то время как вступление очень часто содержит в себе дополнительные ошибки. Не нужно писать в сочинении ничего лишнего, никаких лишних частей, где вы можете ошибаться. Правильно? Вы можете допустить орфографические, пунктационные, грамматические ошибки. Зачем они вам? Во-первых. Во-вторых, очень часто во вступлении отступают от основной темы сочинения. То есть вы начинаете издалека и даже не замечаете, что написали о чем-то, о чем дальше писать не будете. Это логическая ошибка и за это очень часто снимают баллы. Тем не менее, когда вы не пишите вступление, у вас нет никаких проблем, поэтому писать его не надо. Давайте посмотрим, если мы договорились, что мы начинаем сочинение с постановки проблемы, то как ее можно сформулировать? Я приведу один пример, остальные будут на слайде. В предложенном для анализа тексте Виктор Петрович Астафьев размышляет о. Он размышляет о чем-то. Дальше вы пишете о чем именно. Это проблема, сформулированная при помощи утверждения. Заметьте, я не использовала слово проблема. Я сказала размышляет о. Вы можете вместо этого написать «ставит проблему чего-то». В предложенном для анализа тексте Виктор Петрович Астафьев ставит проблему проявления милосердия на войне. К примеру, так. Слово «ставит» очень часто по его поводу возникают вопросы. Некоторые считают, что нужно писать именно «ставит». Кто-то считает, что нужно писать именно «поднимает» проблему. На самом деле писать можно и так, и так. По этому поводу очень много консультировались, очень много обсуждали с разными экспертами. Но все же советую писать именно «ставит», потому что в формулировке задания номер 27, а это сочинение, написано слово «ставит». Вот так. Это был вариант при помощи утверждения. Вы можете формулировать проблему при помощи вопроса. Вы можете написать два предложения, можете еще как-то расширить свое размышление, можете написать вообще одно предложение в первом абзаце. Тут совершенно не принципиально. То есть первый абзац посвящен постановке проблемы, и он может быть сколь угодно коротким. Посмотрите, пожалуйста, на примеры. Теперь идем дальше. Комментарий – это самая важная часть сочинения и самая объемная. Да, безусловно, оценка комментария меняется от года к году. Теперь за него, например, дают меньше баллов, до этого давали больше баллов. Но принцип написания комментария от этого никак не меняется. То есть он остается таким же, каким и был до этого на протяжении нескольких лет. Из чего же он состоит? Пример с пояснением. Пример с пояснением. Связка. Пять частей. Какова цель написания комментария? Вы, по сути, должны подтвердить, что проблемы, которые вы поставили, в тексте присутствуют на самом деле. И подтверждайте вы это при помощи иллюстрации, то есть при помощи примеров. Вы находите примеры в тексте, такие примеры, которые будут вашу проблему иллюстрировать. Но вы не можете просто привести пример. Вы должны обязательно его как-то пояснить. Я обычно использую слово «проанализировать». То есть, получается, у вас сначала идет пример из текста, затем его анализ. Потом еще один пример из текста, его анализ. А что же такое связка? Связка – это не какие-то переходные слова от примера к примеру. И вообще нежелательно писать ее между примерами, это неудобно. Связка – это такая часть сочинения, и она идет в конце комментария, которая поясняет, как и почему эти примеры оказались в вашем сочинении вдвоем. То есть, почему вы взяли именно эти примеры. И пишется связка для того, чтобы вы не выбирали рандомные примеры, которые хоть как-то иллюстрируют проблему. То есть, чтобы сочинение было более осмысленным. Типов связи довольно много. Мы используем основные, вот, пожалуйста, они на слайде. Самые популярные – это дополнение, и его не запрещают, поверьте мне. Противопоставление, причина следствия, детализация. Есть еще сопоставление, сравнение. Вы можете использовать и другие тоже. Мы практикуем с этими. Изучить качественно типы связи между примерами – это полезно, чтобы вам было удобнее в дальнейшем писать сочинение. Естественно, связка состоит тоже из нескольких частей. Она состоит из указания на связи и анализ связи. Указание на связь – это такое предложение до начала вашей связки, где вы указываете, какая именно здесь связь. Например, эти примеры противопоставлены, или их можно противопоставить. Вот так. А дальше вы поясняете, как и почему их можно противопоставить. Такие дела. Таким образом, когда мы с вами сейчас завершили обсуждение комментариев, друзья, давайте подумаем. Неужели нелогично, что, когда вы работаете над сочинением, гораздо удобнее сначала найти примеры, придумать, как вы можете их связать. Естественно, примеры нужно искать такие, которые вам будет удобно анализировать и пояснять, по поводу которых вы сможете что-то написать. Сейчас вы нашли эти примеры, вы придумали, как проанализировать их, придумали, как вы свяжете их, и уже после этого вы формулируете проблему. Потому что именно тогда вы будете соответствовать важнейшему требованию. Ваши примеры – это важно – должны иллюстрировать проблему. То есть они должны быть с ней связаны. Это во-первых. Во-вторых, анализ – это очень важная часть. После примера идет анализ. Именно анализ поможет вам объяснить и показать, как именно ваш пример иллюстрирует проблему. То есть когда вы пишете анализ, вы должны четко прописывать, как пример раскрывает проблему. Может быть, даже какие-то словесные переклички делать, делать отсылки к проблеме. Вот так. Ваш анализ должен пояснять именно ваш пример. Он не должен быть оторван от примера. И он должен быть связан с проблемой. Вот, в общем-то, и все. Частая ошибка, которую допускают, сразу вас предупрежу, очень часто именно в анализе ребята пересказывают пример еще раз. И даже не замечают этого. Это, конечно, не очень хорошо. Вот. Вы можете видеть, опять же, на слайде варианты клише для начала анализа, для продолжения анализа. Вот. Они перед вами. Но тут уж на ваш вкус. Вы можете выбирать любые клише, однако советую все-таки клише заготовить. Вам так будет удобней оформлять свое сочинение. Отдельно скажу важную вещь. Как можно оформлять примеры? Часто появляются вопросы по этому поводу. Вы можете оформлять примеры при помощи цитаты. Вы можете не использовать цитат, а пересказать чуть-чуть и сделать отсылки к каким-то предложениям, даже указав их номера. Это не возбраняется и не запрещается ни в коем случае. Вы можете, в принципе, обойтись и без всего этого, а просто пересказать, хотя это не самый хороший вариант. Однако, если пример будет при этом уместен, то его тоже могут засчитать. Какое-то количество пересказа – это не страшно. Слова, которые входят в цитаты, считаются. Притом, если вы перепишите какой-то абзац целиком, например, абсолютно бессмысленно, или если у вас цитаты будут огромные, там по 10 предложений, то тогда уже, возможно, слова начнут вычитать. Но если у вас цитата, даже 4-5 строчек, в общем-то, объемная, однако она уместна и хорошо поясняется в дальнейшем сочинении, то это все совершенно будет засчитано, и никто не вычитет никакие у вас слова. Все будет в порядке, друзья. Переходим к третьей части – авторская позиция. Тут не будем долго говорить. Авторскую позицию нужно формулировать после того, как вы написали комментарий. И очень внимательно при этом смотреть на проблему. Потому что авторская позиция – это позиция автора по поставленной проблеме. Часто вы пытаетесь найти ее в тексте, но она не всегда там есть. И вообще это не очень хороший путь начинать с поиска авторской позиции. Многие так делают. Вы ищете какую-то авторскую позицию в тексте и от нее, отталкиваясь, уже пишете все остальное сочинение. Но ведь там может не найтись хороших примеров для этой авторской позиции. Это невыгодно. Гораздо выгоднее сделать наоборот. Сначала вы пишете примеры, придумываете, да? А авторская позиция – это как бы итог по мотивам всего, что было написано выше. Если вы представите, что проблема – это вопрос, то авторская позиция – это будет ответ. А также она должна подытоживать ваш комментарий. И на этом мы разобрались с первой частью сочинения, анализ текста. А дальше уже вторая, более простая часть сочинения. Это ваша позиция с обоснованием. Это уже самостоятельная часть. Главное, что касается вашей позиции. Первое. Она должна быть связана с проблемой. Очень часто к этому моменту вы уже забываете про то, какая у вас там была проблема. Вы отвлеклись на текст, его анализировали. Так вот, когда пишете свою позицию с обоснованием, вы должны смотреть на проблему. И делать так, чтобы ваша позиция с обоснованием была с этой проблемой связана. Дальше. Из чего состоит ваша позиция? Сначала вы соглашаетесь с автором. Затем вы говорите буквально в одном предложении, в чем именно вы с ним согласны. А дальше вы пишете обоснование. Сначала разберемся с первой частью. Обязательно ли соглашаться с автором? Нет, не обязательно. Можно не согласиться, а можно согласиться частично. Но, как правило, это получается хуже. Поэтому соглашаться выгоднее. Второе. Когда вы пишете, в чем вы согласны с автором, вы внимательно смотрите на авторскую позицию. Ведь если вы с ним согласились, а дальше напишите что-то, что вообще никак не похоже на авторскую позицию, то вам поставят минус. Но если вы напишете теми же словами, что в авторской позиции, это только кажется глупым предостережением. Это очень часто бывает. Ребята, опять же, совершенно не замечают, что они в своей позиции написали то же самое, что в авторской. Слово в слово. Так вот, следите за этими двумя вещами. Первое. Вы должны написать что-то похожее на авторскую позицию, но другими словами. И после этого уже идет обоснование. Очень важный момент. Обоснование должно содержать пример. Что это значит? Оно должно содержать пример из литературы, из истории, может быть из кино, может быть вообще из другого вида искусства какого-то. Хотите из манги? Пожалуйста, на здоровье. Из сериалов? Тоже, будьте любезны, можете из современного мира. Можете рассказать чью-то биографию. Можете из личного опыта. Личный опыт – это самое выгодное. Вы можете насочинять сколько угодно идеально подходящих вам примеров. Единственное, чего нельзя писать в своей позиции в качестве обоснования, это размышления. Раньше можно было, а теперь нет. Их не засчитают. Возможно, добрые эксперты засчитают, но не все. Поэтому от размышлений мы отказываемся и пишем свою позицию с примером. Каким угодно. Но он должен быть. В конце идет вывод. Это пятая часть вашего сочинения. Вывод писать надо. Если вы не успеваете, а это часто бывает на ЕГЭ по русскому языку, потому что экзамен довольно короткий, то даже не начинайте писать вывод. Вывод не является суперобязательной частью сочинения. То есть, если вы его не написали, но при этом сочинение выглядит закончено, то у вас не будет проблем, вам не снимут за это баллы. Однако, если вы не написали вывод А, ваше сочинение при этом выглядит неоконченным, каким-то незаконченным, некрасивым, нелогичным, оборванным, то за это вы получите минус по критерию К5. Поэтому лучше всего заготовить вывод заранее и точно знать, как именно нужно этот вывод писать буквально за одну минуту. Для этого я всегда предлагаю вывод, полностью состоящий из клише. Он многим не нравится, он многих раздражает, потому что он очень клишеронный. Однако, ребята, его уже лет 6, наверное, мои ученики его пишут, или 5, я точно не могу сказать. Хочется верить, что... И дальше. Классика. Я думаю, многие из вас уже видели этот вывод. Он почти полностью состоит из клише, а все слова, которые туда нужно вставить, это буквально отсылка к автору и отсылка к проблеме. Вот так. Такой вывод пишется за одну минуту. Только не допустите там ошибок. Теперь, друзья, посмотрим на абзацы. Первый абзац – это постановка проблемы. Он может быть очень коротким. Второй абзац – это пример из текста и его пояснение, то есть анализ. Третий абзац – это второй пример и его анализ. Четвертый абзац – это связка. Пятый абзац – авторская позиция, тоже очень короткий абзац. Шестой абзац – это ваша позиция с обоснованием. Седьмой абзац – это вывод. Конечно, вы можете написать весь комментарий абсолютно в одном абзаце. Тоже не проблема. Но я советую делить на абзацы, потому что так эксперты будет видно, где у вас что. Будет четкая структура. Дальше. Авторскую позицию свою в одном абзаце писать не надо. Свою позицию и обоснование тоже лучше не разделять на несколько абзацев. Небольшой нюанс. Если вам не засчитают авторскую позицию, то вашу позицию вам не засчитают автоматически. Так устроены критерии оценивания сочинения по русскому языку. Вот такие дела, друзья. С абзацами мы все поняли и напоследок важный момент. Сегодня мы с вами обсудили структуру сочинения. Что означает каждая часть сочинения. Какие-то лайфхаки при подготовке к сочинению. Важные моменты. Количество абзацев, клише вы все видели у себя на экране. Но самое важное самое важное это не научиться писать сочинения хорошие по содержанию. Нет, это конечно важно, но это у вас получится довольно быстро. И на самом деле на ЕГЭ будут вас оценивать добрее, чем в течение года. Почти всех. На ЕГЭ оценка чуть добрее, чем у среднестатистического учителя и чем у нас в онлайн школе, например. Самое важное, друзья, это научиться проверять себя. Потому что наибольшее количество ошибок во всем сочинении, если не во всем ЕГЭ. Это по критерию К8, по критерию К9, по критерию К10. Это К8 пунктуация, К9 грамматика, К10 это речь. Естественно, тут же и орфография тоже, критерий К7 страдает, но в меньшей степени на самом деле. Самое страшное, это пунктуация, критерий К8. То есть вы будете бояться написать плохой анализ, бояться не попасть в проблему, хотя проблему засчитывают 98%. Почти всем ее засчитывают. Проблемы не должно быть ни в каком виде в тексте, чтобы вам ее не засчитали. У экспертов нет цели не засчитать вам проблему, наоборот, они засчитывают ее как можно тщательнее при любых обстоятельствах. Но где к вам будут объективны совершенно? Безусловно, это пунктуация, это грамматика, это орфография и по возможности в речи. То есть научитесь себя проверять. Это гораздо сложнее и это гораздо важнее, потому что баллы вы, скорее всего, потеряете именно там. Удачи в подготовке!